здравствуйте сразу хочу ответить на вопрос вынесены в заголовок этого видео да практически ничем только не спешите скептически улыбаться или крутить пальцем у виска вспомните времена сколько-то лет назад сейчас уже не очень точно помню по каким причинам но сам факт сколько в россии закапывали бульдозерами внесенных так сказать санкционные списки продовольственных товаров из-за границы вместо того чтобы отдать их домам престарелых детским домам еще кому-то кто в любой стране в принципе остро или не очень но нуждается в дополнительной помощи поддержки и уж точно никогда от нее не отказывается так вот именно в те времена хорошо помню несколько ну как обычно водится российской прессе это было что-то долгоиграющие но несколько материалов в течение там какого-то недели двух может быть как жалели российские журналисты в кавычках голландских сыроделов которые тоннами там или десятками тонн поставляли свои сыры в россию а теперь это дело перекрыли россия сыры либо закапывает либо соответственно не принимает то есть заказ закапывали то что каким-то образом просочилась а все остальное не пропускали через границу и вот что будут эти бедные голландские сыроделы теперь со всем этим делать как будут жить пойдут наверное по миру с протянутой рукой и примерно в то же время уже здесь не российские материалы попадали сюда голландские сыроделы в тот момент говорили ну да есть проблема придется потрудиться если не ошибаюсь у большинства производителей голландских сыров которые были так сказать участвовали в их экспорте в россию все это заняло два месяца но у кого-то 3 то есть течение двух или трех месяцев они переориентировались на других покупателей не снижая ни производства никого не увольняя уж точно не с не собираясь идти по миру с протянутой рукой или стоять на паперте у местных церквей так вот то же самое будет из владельцами отелей и прочего то есть участниками туристического бизнеса в разных странах европы которые сейчас по словам опять же тех же российских журналистов в кавычках и пропагандистов без кавычек очень страдают от уменьшения потока российских туристов последнее время это вот эти вот все стоны в основном касаются финляндии которая закрывает программ переходы из-за наплыва нелегалов со стороны россии и вот там все там обанкротится пол страны да если там кто-то есть которые большого ума ориентировал свой гостиничный туристический бизнес исключительно на туристов из россии да наверное если не сможет как-то перестроиться наверное банкротится ну так кто же кладет все яйца в одну корзину что называется поэтому а все остальное будь то финляндия чехия для любая другая страна как-нибудь справиться не было других проблем и в связи вот с этой скажем закрытием погранпереходов на границе финляндии россии четыре закрыли грозились еще остальные закрыть очень показательные видео короткие видео с россиянками преимущественно живущими в финляндии причем эти видео показывают не только российские пропагандистские канала и здешние русскоязычные частности есть такой ост-вест и другие и вот они все стонут и плачут как мы будем общаться с родственниками которые остались в россии и вообще финляндия это нарушение прав человека это ущемление наших прав но во первых извините позволю себе не очень поверить в то что тех кто живут в финляндии сильно общались с родственниками в россии не в плане самих контактов в плане того что они из финляндии частей дыхания ездили к родственникам оставшимся в россии скорее наверное наоборот родственники ездили к ним пожить в нормальной стране закупиться не но эти тоже наверное иногда приезжали тоже с собой привозили столько и и всего чего можно было и чего собственно с каждым даже не годом последнее время месяцем россии становится дефицитом дефицитом но никто из них не говорит о том в коем случае на камеру что собственно финляндия не было инициатором надо последнего пыталась договориться пыталась образумить так сказать российские власти чтобы те вот этим вот не занимались не получилось приходится реагировать при этом опять же остальные переходы не закрыли потому что вот есть международная конвенция есть европейские оправе на убежище извините сколько-то десятков лет назад моя семья въезжала германию тогда это называлось по-русски контингентными беженцами было в немецком определении было слово беженец мы въезжали я уже не в одном виде об этом повторял но наверное нужно еще раз 150 повторить чтобы может таково-то дошло и осталось в голове надолго так вот мы въезжали имея на руках разрешение немецкого но немецких властей на въезд германии мало того это разрешение было действительно вот если в течение года мы им не воспользовались то потом скорее всего повторное нам бы никто ничего не выдал так мы въезжали с разрешением на въезд все документы необходимые а их было поверьте мне немало были соответственно для того чтобы получить это разрешение были переведены на немецкий язык отправлены через посольство немецкое посольство в минске были отправлены в германию здесь их рассматривали и после этого нам дали разрешение на въезд мы были беженцами еще раз подчеркну нынешние беженцы там сирии сомали еще откуда-то там часть из них при так сказать попытки пересечении даже российской границе таможни имеют просроченные российские визы тупишь находится на территории россии уже незаконно практически все подъезжая на велосипедах еще на чем-то к финской стороне границы финской таможни и пограничникам не имеют при себе документов удостоверяющих их личность и на каком основании объясните мне они подпадают от все эти конвенции дающие им право гарантирующее право подать прошение в убежище и опять же те короткие видео которые показывают оттуда ничем не отличаются подобных на белорусско-польской литовской храницах двухлетней давности те же молодые люди как-то не женщин многодетных матерей не стариков инвалидов и просто стариков как-то там не видно то есть молодежь которая потом как было в одну из новогодних ночей в кельне и прочее ну вернусь опять к тому что сказал ранее как по мне если человек уже находится скажем в стране вот в данном случае в россии с нарушением законодательства опять же международного если он без визы значит он нарушил международное в общем-то законодательство и при этом просит убежище не предъявляя никаких документов удостоверяющих его личность личность возраст страну происходить в день и ничего мне извините но либо что-то с этим международным законодательством не так либо с его конкретным применением но на эту тему можно говорить долго и вы как правило бесполезно так что оставайтесь здоровы израиль обязательно освободить всех заложников и уничтожит хамас слава украине и живи беларусь